Ещё надо много написать. Что ты напишешь? Нужны какие-то подробности нашего быта. Какие мы были тогда. Чтобы все поверили, что мы были живые. Нужны какие-то детали. Я поэтесса и знаю, что в поэзии всегда должны быть детали. Чтобы все нас светло вспомнили и заплакали. А то это слишком пафосно. Надо как-то попроще. А что ты расскажешь про себя? Какие детали? Надо что-то живое. Я поэтесса, я знаю. Надоело поэтесса. Ну напиши про нас с тобой. А что у нас было с тобой тогда? Живого? Ну мы же как-то любили друг друга. Ну да. Пиши про нас. Про нас? Про нас. Дай. Я напишу. Я буду писать сначала черновик. Буду писать, что в голову придет, как ты говоришь, в порядке бреда. А потом перепишу. Пиши. Молчание им нагрызет ручку. В творчестве очень важно писать то, что приходит в голову. Как будто месседж с неба от Бога. Надо представить себе, что в голове присоединен шланг с неба. И что в него кто-то что-то говорит. И это надо записывать. Что ты болтаешь, шланг, месседж? Пиши. Пишу, что в голову приходит. Пиши. Люди, я сегодня утром проснулась. Недолго лежала. Но не потому, что рядом лежит Сережа. А он очень толстый. Мне через него трудно перелезать. Совсем не поэтому. А просто лежала. Когда мы встретились с Сережей сто лет назад. Он был худенький. И я. Мы были красивые. Мы любили друг друга. Мы были такие счастливые. Сейчас он толстый. Но не потому, что много ест. А потому, что он болеет. Надо лечиться. А денег на лечение нет. Так вот. Я лежала. И долго думала. Я смотрела в потолок. Соседи залили нас еще лет 10 назад. И продолжают лить. А мы их говорим. Как вам не стыдно? А им не стыдно. Они богатые. У них свой магазин на рынке. А у нас нет. Они смеются и говорят нам. Бомжи. И не хотят платить за ремонт. Говорят. В России любят убогих. Неправда. Нас никто не любит. Мы убогие. И мы это знаем. Но что делать? Мы ничего не умеем. Мы не можем себя спасти. Я лежала. Смотрела в потолок. И думала. Господи. Зачем ты сделал мне столько муки в жизни? Зачем ты дал мне эту жизнь? Зачем дал? Если скоро заберешь. И зачем я жила? А как оставить эту жизнь? Им всем не уйти? А они будут жить и увидят, что будет через 50 лет? Как я могу уйти? Я не могу. И не хочу. Даже если мне плохо живется. Я знаю, от чего люди умирают. От страха. Вдруг становится страшно, что это может произойти в любую минуту. Все твои родственники, ровесники умерли. А значит, скоро и твоя очередь к окошку подошла. А смерть эта синяя змейка.